Проекционные пешеходные переходы Но сегодня без нее никак Официальные источники говорят, что проекционные переходы есть в Смоленской области Еще их планируют установить в городе Героя на улице Петра Алексеева На переходе у сквера памяти Героев На перекрестках улиц Большая Советская, Коммунистическая И при пересечении студенческой Соболева-Беляева Почему именно здесь? Ведь проекционник, назовем его так, должен по идее стоять на нерегулируемом пешеходном переходе В отдельных случаях так оно и есть А центр города? Там куча светофоров, хорошее освещение, видеокамеры понатыканы Какой смысл тут делать проекцию? Второе. Разработчики говорят, что проектор дает цветную зебру даже на грязи и на снегу Правильно ли мы поняли, что центр Смоленска осенью, зимой и весной чистить не собираются? А если убирать грязь и снег все-таки планируют, зачем тогда дублировать действующую дорожную разметку? Но это вопросы к коммунальным службам и дорожному хозяйству. Их епархия пусть и отвечает Идем дальше. Благодаря проектору, говорит реклама, пешеходный переход будет виден издалека Уточним, переход или пешеход? Если речь о безопасности людей, то видеть водитель должен именно их Специалисты-урбанисты и эксперты-дорожники более чем скептично относятся к световой разметке По их мнению, пешеход рискует слиться с проекцией перехода О последствиях лучше не будем, но проверить утверждение надо Итак, населенный пункт Барок на Витебском шоссе Здесь на столбе присобачили проектор Поскольку пешеходы у нас не любят носить световозвращающие элементы на одежде, мы тоже не станем В конце концов, прочность любой конструкции определяется экстремальной нагрузкой на самое слабое звено Вот и проверим на себе, как оно работает Итог нашей проверки комментировать не надо, а теперь по финансам Один такой проектор стоит около 100 тысяч рублей Если подсветить надо ярче, стоимость, естественно, выше Эксперты считают, что хорошая лампа сработает не хуже В чем тогда смысл тратить деньги на дополнительное оборудование? Вопрос безопасности пешеходов все-таки остается Если не проектор, то что? О лежачих полицейских сейчас не знает только ленивый Еще один вариант – приподнятый пешеходный переход Его суть заключается в том, что сама зебра находится как бы на возвышенности А такие пешеходные переходы есть в Белоруссии Когда я въезжал на этот пешеходник, я сбрасывал скорость практически до нуля Иначе ты въезд чувствуешь всей подвеской, ну и тем, на чем сидишь И что самое интересное, на приподнятом пешеходном переходе Пешеход виден намного лучше Целая технология безопасности Способов много, какой лучше? Тут вопрос к профессионалам Вообще, организация дорожного движения – это целая наука Со своими расчетами, аксиомами, теориями и доказательствами Кстати, как и культура организации мест отдыха Как медицина, педагогика, строительство Даже настенная роспись, но о ней разговор впереди В общем, куда ни глянь, всюду нужен умный подход У нас все зачастую сводится к публичным слушаниям По принципу нравится-не нравится Кто громче трикнет, тот и прав К сожалению Что тут делать? Пока не знаем Надо с этим жить Редактор субтитров А.Семкин